Здравствуйте! Это СтопФейк еженедельный дайджест о российской пропаганде. Меня зовут Руслан Дениченко. Сегодня вспомним самые заметные фейки минувших недель. В Крым приехала делегация американских дипломатов, поддержала аннексию полуострова и осудила действия НАТО в Черном море. Как вам такое? Звучит просто невероятно, правда? Но именно это рассказали на канале Россия. Делегация из США побывала в Крыму и заявила о полной интеграции полуострова в состав России. По словам главы американской группы дипломатов Джо МакКентайра, жители определили будущее в составе России, исходя из своих интересов. Как же так? Ведь американские дипломаты постоянно подчеркивают, что США не признают аннексию Крыма. А тут приехали и еще делают такие заявления. Но на самом деле показанные пропагандистами люди не являются никакими дипломатами. Канал Россия выдает желаемое за действительность. Группу американских граждан в Крым привез некий Брюс Кегнан, активист антивоенной организации, за всегда-то и всяческих пропагандистских программ на российском телевидении. В советское время Кремль с удовольствием финансировал такие организации по всему миру. Видимо, с тех времен России и достались в наследство так называемые консервы. В общем, все эти делегации не являются официальными. Ни одна цивилизованная страна в мире не признала аннексию Крыма. Подобные делегации уже проезжали на оккупированный полуостров. Сплошь и рядом они состоят либо из прикормленных пророссийских марионеток, либо авантюристов, как, к примеру, француза, которого недавно на родине арестовали за сутенерство. В Германии признали Россию сверхдержавой, оплотом православия и третьим Римом. Такой вот несказанной радостью поделился федеральный канал «Россия». Что же стало причиной для этого утверждения? Статья в немецком издании Die Welt. И ее содержание и пересказывают нам вести. «Россия снова стала сверхдержавой, и Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу», утверждает немецкий журналист Михаэль Штюрмер в своей статье. Но действительно ли это так? Наши коллеги из издания «Инсайдер» внимательно прочитали статью. И что же оказалось? Вот как выглядит упомянутая цитата. Когда российский президент Владимир Путин приглашает гостей на правительственные приемы в старинную крепость Кремль, то в один из самых торжественных моментов все выглядит так, будто время остановилось. И действие происходит по протоколу царского времени. Мундиры сияют, блестят золотые палеты. Ладные курсанты в мундирах, как из театральных костюмерных, распахивают створки дверей высотой до потолка. Уверенным шагом царь идет на камеры, избранная публика долго аплодирует и на какой-то момент забывает о череде несчастий, обрушившихся на Россию русский народ за последние сто лет. Послание остальному миру более чем понятно. Россия вновь стала Россией супердержавой двух континентов, огромной евроазиатской империи. То есть на самом деле автор статьи не констатирует возрождение российской сверхдержавы, Третьего Рима, а пишет, что пышность кремлевских церемониалов призвана создавать такое впечатление. Это Путину хочется, чтобы все думали о России как о возрождающейся империи. Но даже немецкое издание таковой путинскую Россию не назвало. В российских государственных СМИ очень любят подобные манипуляции. Написал, к примеру, какой-то американский блогер с парой десятков читателей о российском самолете. И бац, готова статья с заголовком «В США признали превосходство российского оружия». На нашем сайте stopfake.org вы найдете множество подобных примеров манипуляций. А тем временем компания Facebook сообщила об очередном удалении десятков страниц, связанных с российской пропагандой. Снесли 97 управляемых из России и сфокусированных на Украине страниц, групп и аккаунтов, которые скоординированно распространяли недостоверную информацию. В основном это были лживые новости о местных и политических событиях в Украине, включая войну на Донбассе. Facebook показал несколько примеров удаленных страниц. Все это пропагандистский бред о всяческих новоросах, восхвеление Путина и оправдание российской агрессивной политики. Эксперты компании установили, что стоящие за этой деятельностью люди использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространение недостоверной информации, провоцировали острые дискуссии по конфликтным вопросам. Не забывайте, несмотря на постоянные чистки сети от таких троллей, в соцсетях по-прежнему очень много подобного хлама. Задача российской пропаганды – разжечь конфликты, посеять разочарование и апатию. Ну и в заключение рубрика «Курьезы». Еще в апреле многие российские телеканалы показали, как суворовцы из Санкт-Петербурга научили роботов отжиматься от пола и стоять на голове. Якобы все эти чудеса роботы делали по команде самих маленьких изобретателей. Интересно, что этими своими достижениями будущие российские военные поделились с самим президентом Путиным. Вот как это все показали на канале НТВ. Упор лежа принять. Отжаться в количестве трех раз. Встать на голову. А другой российский телеканал «Звезда» показал еще одного продемонстрирования. Демонстрированное Путину изобретение юных гениев из Суворовского училища. 13-летний суворовец Миша Журавлев вместе с другом разработал уникального робота-сапера, которого с гордостью демонстрирует в главе государства. Говорит, этот прототип умеет устанавливать мины в грунте еще более ловко, чем существующие российские аналоги. Но, как вы очевидно уж и догадались, никаких роботов российские суворовцы не изобретали. Это обычные игрушки. Их производят в Южной Корее. И любой желающий может купить такого робота в каком-нибудь детском мире. Правда, стоят они дороговато в интернет-магазине на сайте Амазон больше 1200 долларов за штуку. Но, похоже на то, чтобы пустить Путину пыль в глаза, в России денег не жалеют. Это был выпуск программы СтопФейк. Мы продолжаем следить за буйством фантазии российской пропаганды. Благодарим всех, кто присылает нам на проверку подозрительную информацию. С вами был Руслан Дениченко. До встречи ровно через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok